Раскрыть талант и обменяться опытом на базе Новополоцкого государственного политехнического колледжа прошел областной конкурс профессионального мастерства среди работников жилищно-коммунального хозяйства. Участникам конкурса предстояло не только показать жюри свое мастерство выбранной профессии, но и подкрепить это теоретической частью. Среди участников сотрудники порядка 20 предприятий ЖКХ из разных районов Витебской области. Слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мастера по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда. Конкурс посвящен году качества. Проводили мы аналогичный на этом же месте пять лет назад. И что приятно, приехали сегодня люди, как те, что участвовали, так и новые. Приехали лучшие работники с предприятий. Уже был предварительный этап, который прошел на предприятиях. И определили лучших работников. Они сегодня будут состязаться, скажем так, лучшие по профессии, если они будут определены. Подготовленные испытания для слесарей-сантехников и электромонтеров состояли из двух этапов – теоретического и практического. Сперва необходимо было в течение 40 минут ответить на 20 вопросов, а после продемонстрировать свои навыки в исполнении ежедневной для конкурсантов работы. Мастеров же по организации, эксплуатации и ремонту жилфонда ожидала только теоретическая часть, где нужно было показать свои знания и опыт, ответив на ряд вопросов. Хотелось проверить себя на свои способности. Но это совсем другое, что на практике, если честно. На практике здесь троху волнение и так далее. Но на практике даже, наоборот, спокойнее. Моя работа – это люди и их потребности. Все надо сделать качественно, чтобы люди не обижались. И чем быстрее, чем лучше. Я потокственный электрик. У меня отец электрик. Ну и я пошел в ПВО на стопах. Работаю на своей организации с 2015 года. Я бы себя хорошо зарекомендовал. Почему бы не рискнуть попробовать. В практической части я буду все не делать – собирать реверсированную схему пускателей. По итогам конкурса профмастерства среди работников ЖКХ победителем по должности мастер по организации эксплуатации и ремонту жилищного фонда стал Алексей Печковский из Лепеля. По профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования победу одержал Сергей Азаров, сотрудник Витебского «Доканал». Среди слесарей и сантехников победителем стал житель Толоченщины Николай Ливанович. Все победители и призеры конкурса будут награждены 21 марта на областном торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику – Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Ангелина Лазовская и Сергей Золынский. Телеканал «Звезда». Продолжение следует... Продолжение следует...